Приветствую вас, Наталья. Я думаю, вот, судя по тому, что вы пишете, есть две ключевые проблем. Первая проблема, это проблема личной границы выстраивания отношений с людьми. А второе, это ваше, как мне, показалось стремление к контролю. Такое, ну, как мне видится, довольно серьезное, довольно сильное стремление к контролю. То есть, вы не можете, как я понял, позволить кому-то делать работу. То есть, у нас, получается, достаточно высокие требования к себе самой, вот. И, получается, что вы того же, в принципе, требуете и у других людей, возможно, сами этого не замечаю. А у других людей, ну, к себе требования несколько различаются, вот. И, соответственно, вам сложно. Вот. Что касается сплетен, то здесь тоже необходимо разбираться. Потому что на сплетни нужно реагировать соответствующим образом. Сплетни рождаются, когда мало информации и когда человеку свойственен, ну, стыд. Когда человеку свойственное чувство стыда. Вот. То есть, ну, вещи, которые, грубо говоря, человек отвергает сам. Вот. Поэтому здесь тоже есть достаточно тонкий момент. Вот вы говорите, как мы дальше работаем в таком коллективе. Честно, Наталья, Наталья, я не знаю, потому что это ваша жизнь. Вот. Если есть проблематика, например, вы говорите, что никому не доверяете, там, тех оборца, то с этим можно поработать. Если есть, если есть или если выйдет. Согласны, например, с тем, что существует проблема контроля, например. Да? То есть, вот. Если вы согласны с этим, то в этом можно вам помочь и с этим можно поработать. Вот. Если вы, как бы, вот, ну, если вы сами считаете, например, этой проблемой, то с этим можно поработать. Вот. Больше уже вы решите сам. Потому что, ну, как правило, значит, после психотерапии, да, человеку легче решать какие-то свои задачи. Человеку легче работать. Вот. Человеку легче себя чувствовать. Вот. Ну, то есть, да, как бы, легче опираться на себя. А сейчас мне кажется, что вы на себя, как раз таки, вот, не опираетесь, или вам сложно там где-то делать. Вот. А также, да, безусловно, вам могут завидовать, но вопрос, который у меня к вам есть, это вопрос такого плана. Да, буквально, да, насколько вам интересно, интересно то, что вы делаете, насколько у вас горит эта идея. Потому что, опять же, мне показалось, что, ну, что, немножечко, может быть, не хватает вам какого-то, вот, знаете, может быть, интереса. Такого, я бы сказал, ну, может быть, может быть, творческого подхода. Вот. Хотя, безусловно, я могу ошибаться здесь, да, безусловно. Ну, выглядит всё, по крайней мере, вот, таким образом. Вот, что сама работа вас интересует, сама работа, только вот как работа, вот. Ну, не как, значит, что-то больше. То есть, да, вы добросовестно относитесь к ней, и вы, большая молодец, что это делаете. Но, понимаете, как бы, если вы не заинтересованы, то вас достаточно легко будет сбить, и достаточно легко будет, как-то, ну, навязывать свою позицию, если вы, вот, не очень интересуетесь тем, что делаете. Вот. По поводу отношений, я бы сказал так, что всё-таки люди, в первую очередь, работают. Вот. И мне кажется, что свою, ну, условно, личную жизнь, да, друзья, круг общения, вам необходимо устраивать не работу. Вот. Потому что всё-таки коммерция. Вот. Что касается того, что вы себя чувствуете белой-белой вороной, то здесь, наверное, в первую очередь, тоже стоит поговорить, это про особенности вашего восприятия, себя. То есть, ну, грубо говоря, у вас, вот, такое, такое, по жизни, что вам, что вам, ну, как бы, тяжело себя чувствовать, вот, белой вороной, например, да, или, такое, вот, такое, вот, только на работе у вас, вы столкнулись с этим. Вот. То есть, на мой взгляд, это важные аспекты, на мой взгляд, это важные моменты, потому что, ну, как бы, напрямую касается, вот, одно дело, если, если ситуация, вот, только связана с работой, да, одно дело, если ситуация связана только, ну, с работой, и другое дело, если вы по жизни сталкиваетесь с такими обстоятельствами, если вы по жизни сталкиваетесь с такими ситуациями, вот, это все-таки совсем уже получается так тогда другой разговор, и говорить нужно немножко в другом ключе, вот. Вы говорите, что ни с кем не поддерживаю, а, дружеские отношения, а, значит, ни с кем не конфликтуем, не в лицо говорят гаворгазости, вот, а это, как раз, с одной стороны, необходимо поработать с личными границами, чтобы вы не конфликтно, не конфликтно реагировали на любые вещи, вот, при этом, при этом, ну, при этом себя как-то защищая, а, с другой стороны, нужно посмотреть на то, какую, в целом, вы транслируете мысль другим людям, мысль я имею в виду про себя, вот, то есть, ну, какое вот, какое сообщение вы шлете другим людям, потому что есть ощущение, что шлете вы посыл другим людям, да, я бы сказал, не совсем тот, который вы думаете, то есть, вы думаете, что шлете один посыл, а на самом деле по цене несколько другой, я боюсь, вот, и, соответственно, это, ну, естественно, ну, вносит определенный дисбаланс, скажем так, у вас ожидания немножко не складываются, да, вот, и, соответственно, люди тоже не в восторге, вот, поменять окружающих людей вы не сможете, что, как бы нормально, да, на мой взгляд, вот, но поменять, допустим, свою реакцию, да, вот, ну, мне кажется, это более чем возможно, вот, если у вас есть желание работать, развиваться, вот, но повторюсь, я пока что, вот, не знаю ваш настрой, да, то есть, вы говорите, помочь вам определиться, но психологи, вот, не занимаются тем, что помогают определиться, вот, психологи все-таки занимаются тем, что помогают человеку, ну, разобраться в себе, да, то есть, в первую очередь мы занимаемся этим, вот, и уже потом, уже потом человек сам решает и сам выбирает, как ему действовать, вот, что ему делать, вот, поэтому здесь, вам вполне вероятно, вы перекладываете, как бы, эту ответственность да, на нас за свою жизнь, вот, потому что самой вам тяжеловато уничтожить ответственность, вот, опять же, по той причине, что берете на себя, вероятно, вы слишком много, вот, то есть, как бы, а здесь тоже во по многом опирается в личной границе, ну, как бы, вот, ситуация, ну, вот, что важно еще сказать, то, что авиация, практически, самой ничего не известно, кроме того, что вы, вот, почти на высокую роль, вас стали ненавидеть, ну, как бы, да, завистники, завистники есть, всегда, всегда были, они всегда будут, вот, другое дело, как бы, как вы на это реагируют, вот, понимаете, какова штука, вот, поэтому, тут нужно смотреть, ну, смотреть и следовать, чтобы вам помочь, вот, я думаю, примерно там, так, можно вам ответить, на этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!